всем доброго времени суток сам спешу поршня снимать так у нас тут немножечко в этом году снега навалило много и морозы были снега навалило будем ближайшее время трактор заказы пока убираем с территории тоже снег в боксе под нагрелась сегодня у нас погода баллов минус 2 градуса всего лишь работа как всегда кипит цех пустует похудим тут все занимается своей машиной митсубиси пуш к гонка похудим привет привет у меня-то потихонечку работа идет у тебя чего с машины ничего вот чищу форсунки короче получается короче учусь такого мотора еще у меня не было gdi мотор там прямой впрыск такие всякие моменты вот учусь развивали форсунки ну да турбовый вынимаю тут фильтрики всякие там туда-сюда шайбочки тут пытаясь короче пристроить обратно собираю уже как бы такой стадии жду контрактную запчасть мы ребята не богаты на контракте собираем нормальные моторы ну как нормальные собираем еще пока это первые моторы будет дай бог все нормально так вот вот такой вот митсубанчик хочу схитрить привет кому хочешь придать всем кто смотрит всем привет хорошо так а мы идем дальше посылочка собирается дыхание сатаны отдыхает сегодня погода нас балует на улице тепло всего лишь два градуса ну и все он как бы чуть-чуть она уже поработал вот он мой красавчик остался в таком же положении ну и сегодня мы снимаем поршня оставайтесь с нами будем снимать поршневую и так чтобы нам было дальше удобнее заниматься двигателем и кантовать его откручиваем крепление подушек передних 1 уже открутил сейчас 2 откручиваем ну и дальше будем снимать показывать что делаем и так для вас прошло всего лишь пару секунд а для меня почти что час вот мы в меточку видим на шестерне распредвала но не видим меточку сфокусируется но не видим меточку на самом коленвале а все почему потому что я говорил что вот самое самое главное что необходимо для начала приобрести чтобы начать хоть что-то понимать во всем этом деле здесь мы в книжке видим что необходимо совместить установочные метки но все читать умеем так вот вот этот вот вот этой метки мы не видим из-за того что коленвалу в этом месте крепится маховик обратите внимание какой зуб и здесь у нас пишется о том что если двигатель оснащен воздушным компрессором и лавла убедитесь что при установке были совмещены нанесенные метки шестерен распределительного вала и компрессор компрессор у нас идет на шкиве спереди это нам не подходит а здесь у нас получается именно о том что как раз и указывают о том что данный зуб имеет вот такой вот скос потому что дальше разбирать хочется все-таки в дальнейшем потом при сборке так сказать не накосячить а накосячить как нефиг петь стоит только метки не попасть потом я думаю дальше сейчас разберу задача до откручиваю я вам покажу этот зуб чтобы понимать как выставить метки дальше мы откручиваем сепаратор так сказать маслоотделитель от распредвала и откручиваем уже шестерню распредвала открутили сепаратор маслоотделитель что хотел сказать люди кто разбирается в этом деле подскажите как его проверить что с ним может быть не так 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 сказать дефектовка отверстие понимаю центробежной силой он как раз и отделяет масло дальше я думаю все таки сейчас шестерню распредвала не буду откручивать сниму поршня конечно больше всего хотелось до них добраться посмотреть что с цилиндрами что с поршнями вот просто что в дальнейшем получается крутить распредвал будет не очень удобно в принципе бутики навернул дай крути сколько хочешь сейчас посмотрим дальше все таки я думаю сначала я откручу поршня перед тем как откручивать поршни бугеля нижники научных названий я вам тут всех не назову и что к чему опять же возвращаясь к вопросу образование ну поршням будем снимать чтобы пошли стать надо открыть открутить нижние крышки шатунов так сказать бугеля что из них бугеля это бугеля или это бугеля откручиваем сейчас книжки почитаю буду умными словами говорить а так пока прокручиваем мы начинаем с первого 1 какой у нас первый поршень а первый поршень это тот который у нас к масляному насосу впереди книжки также говорится как правильно надо отметить и поршень и шатун чтобы потом в дальнейшем его обратно правильно установить как он должен устанавливаться в каком направлении ставится сейчас этим ознакомимся и будем дальше заниматься так друзья пока ищем информацию по поршневой как что отмечается подписывается в каких там куда стрелочки не стрелочки возвращаясь к вопросу о клапанах помните мы их подписывали до 1 2 впускной выпускной галочки не галочки здесь все намного проще написано опять же как посмотреть в целом 1 2 3 4 я так понимаю это начиная с впуска первого цилиндра 1 2 3 4 выпуск 5 6 выпуск 7 8 выпуск а еще один мой хороший приятель рассказал о том как если двигатель отправляется куда-то на международные так сказать фабрики и заводы по обслуживанию до двигателя если двигатель получается иностранных еще их подписывают как им out то есть буковка ай английская и буковка у то есть out out по английски до кто-то шарит как англоязычные короче поняли о чем я кто не англоязычный короче выпуск out впуск в вот и получается подписывается буквой ай и оу но тут у нас специальные съемники которые весь интернет перелопатил так я и не нашел этот съемник специальный каменс для того чтобы рассухаривать и снимать поршнями также вот книжки да по дефектовки все эти моменты производится ищем по поршневой что нам скажет книжка с поршневой так что подписывать не переключайтесь и итак блок цилиндров шатунно-поршневая группа снятия понятное дело что все читать умею так для себя тоже почитаю проверить коленчатый вал так чтобы поршни оказались ниже зона отложения нагара который располагается над зоной перемещения поршневых колец для удаления нагара используйте мелкозернистый абразивный брусок с волокнистой структурой и растворитель нанеситель на днище поршня номер цилиндра на днище поршня да и снимите шату на поршневую группу установите поршень в нмт нижняя мертвая . тут тоже в начале книги указывали все эти аббревиатуры сокращения можете поверить на слово можете купить книжку но действительно здесь указано что это именно нижняя мертвая . это в тот момент когда поршни опускается до самого конца понятно повернув коленчатый вал нанесите на шатун и крышку данной метки с номером цилиндра нанесите на шатун крышку ну значит у нас получается крышка шатуна крышку метки с номером цилиндра все ослабьте но не снимайте болты шатуна молотком с резиновым бойком обстучите болты шатуна чтобы струнуть крышку так все понятно болты снимите крышку снимите нижний вкладыш но вкладыши конечно мы подпишем да но скорее всего раз мы уже сняли всем разобрали конечно посмотрим да по состоянию там вкладышей как себя чувствуют они и так далее тому подобное но вкладыши однозначно буду менять будет грустно и печально если все-таки до после столь серьезно проделанной работы не поменяв вкладыши потом придется обратно лезть для их замены так ну дальше уже когда по сборке будем идти расскажу уже про то какие кольца как должны устанавливаться какой последовательности и как а сейчас мы проворачиваем коленвал до тех пор пока так сказать не покажется крышка первого поршня так первым поршнем рассчитается от масляного насоса ну все погнали снимаем попозже включить и так дорогие друзья так как у нас первый и четвертый цилиндр верхняя мертвая . у них практически одинаково даже по моему одинаково очень по сути и не суть проще снимать 1 4 одновременно потом 2 3 и так добрались мы до самого что у нас не на есть четвертого цилиндра что хочу сказать говорит тут особо и нечего сравнивать зазоры состояние колец четвертого поршня тяжко пришлось и все таки первое компрессионное кольцо если мы видим смотрим и сравниваем то получается у нас первое компрессионное кольцо на четвертый цилиндр лопнувший шмат этого кольца где-то у нас в системе затерялся координат на что как раз и хочется обратить ваше внимание в плане головки как помните из прошлого видео я вот находил вот такой вот кусочек и этот кусочек у нас был под клапаном первого цилиндра выпуск или я что-то путаю пересмотрим прошлое видео кто это раньше сделает подскажите откуда этот кусочек я тогда достал я не знаю что я тут нашел в каком цилиндре но это у нас получается выпуск вот эти вот это выпуск это значит передняя часть это значит первый второй третий четвертый кто раньше посмотрит видео пересмотрит напишите в комментарии откуда этот кусочек я тогда достал мы пока продолжаем снимать кстати вот он подписан четвертый стрелочка как он устанавливался вот от него вкладыш ну это я чуть попозже расскажу про вкладыши и все остальное как еще можно определить что все-таки он должен быть в этом направлении вот три точечки это сторону масляного насоса 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 так что еще хочу сказать по поводу поршней и крыши к шатунам и самих шатунов шатуны получается литые а потом колотые то есть даже ну в принципе да как бы ну просто он не фокусируется просто по-другому то и крышку шатуна то и не поставишь они прям ну видно как он должен подходить вот продолжаем дальше снимать ну накручиваю крышки все-таки на всякий случай я их накручиваю чтоб потом на обратной стороной как-нибудь не воткнуть наоборот так самое главное друзья все свои шаги записываем фотографируем перезаписываем сохраняем пересматриваем потом при сборке потому что вот такие мелочи а могут привести к непоправимым последствиям так как мы в этом деле так сказать дилетанты новички надо обращать внимание на все эти мелочи так как мелочи как и случайности не случайны все это строится из мелочей ну продолжаем разбирать и смотреть что у нас было дальше ну что ж дорогие друзья вот и все поршня достал 1 2 как бы в принципе и по ним видно было что к ним вопросов нет без нареканий вкладыши видно чтоб чуть походили но нормально в целом нормально как бы протереть помыть понятно будет но и в принципе и так видно а это у нас уже третий куски поршня поближе покажу первая компрессионно вот так вот у нас славненький поршень маслосъемное кольцо и под кольцо даже не знаю даже не освечил короче там все приплыли ребята ребята здесь у нас ханейшин кстати болты затянуты до морковкиной пятницы так что кушаем белковую пищу чтобы потом это все можно было стянуть конечно там не говорю про трубу еще такой ну вот у нас четвертый как и говорил третий четвертый цилиндр размотаны сейчас переверну блок и покажу что у нас с цилиндрами и так перевернул я блок протер не знаю там конечно все отсвечивает не очень хорошо видать не очень хорошо да видать все хорошо прекрасно видно что третьему цилиндру йог макарек четвертому цилиндру тоже вот в задирах отполированный не знаю хон не хон но хон здесь только снится все понятно все понятно ну дальше я думаю в следующем видео уже снимем получается коленвал распредвал шестерню отодвинем дочь просила штатив на новый год ей дедушка мороз подарил а я его прихватизировал вот ну что тут снимать показывать в следующем видео уже открутим шестерню коленвала открутим а шестерню распредвала распред это распредвал распределяет а это коленвал с коленками вот вот разберем снимем заднюю крышку ну и уже повезем ну и конечно же все это подостаём распредвал коленвал снимем крышку снимем и уже повезем это все удовольствие на течение гилизования и дальнейшее обслуживание ну в планах пока двигатель будет точиться гильзоваться вот здесь вот наведем порядочек как бы работа еще хватает пока еще особо не до тюняки тюняку потом будем уже делать вот а всем спасибо за просмотр лайки лайки если есть желание ставить ставьте нет желания все равно ставьте моей жене нравится когда лайкают мои видеосики вот а так все пошел собираться домой время уже 3 час ночи завтра опять на работу трудиться ну еще куча дел в принципе домашних не скучаем живем растем и развиваемся всем удачи всем здоровья всех обнимаю ушел пока 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 пока